Традиционно мы проводим расширенную коллегию в наш профессиональный праздник День работника налоговых органов Российской Федерации. Поэтому я хочу еще раз всех вас поздравить с праздником и хотел бы проинформировать вас о итогах работы ДНР за 10 месяцев. Но на сегодняшний день решать настоящие перед службой непростые задачи конечно могут только профессиональные сотрудники, которые отдают нашей работе все свои силы и знания. И хочу передать коллективу, через вас, уважаемые начальники правильных, в первую очередь огромную благодарность за успешную работу. На протяжении года у нас сохраняется неплохая высокая динамика налоговых поступлений. Но коротко, по итогам, за 10 месяцев национальный бюджет поступило 14,5 триллиона рублей. Это на 19,1 больше, чем в предыдущий период 2016 года, или в абсолютных цифрах плюс 2,5 триллиона рублей. И если смотреть в реальном выражении, так сказать, скорректированном на 1,5 триллиона рублей, поступление выросло на 14% при росте ВВП на 1,8%. Федеральный бюджет поступило свыше 7,5 триллиона рублей, что на 1,7 триллиона рублей больше соответствующий период, или плюс 30%. Основной прирост поступлений обеспечили, прежде всего, как я уже говорил, не нефтегазовые доходы. То есть это 60% в общей сумме прироста. Налога на прибыль плюс 19% это плюс 451,5 триллиона рублей. По налогу на доходы физических лиц поступило 2,5 триллиона рублей. Это на 8% больше, это неплохо. То есть на 1,5 процента пункта поступление налога на прибыль превышает минимальный рост заработной платы по оценке Росстата. И, конечно, это также результат работы по расширению налоговой базы, связанной с реализацией заработной платы и с соответствующей комиссией, в которой вы, уважаемые коллеги, принимаете участие. По акцизам плюс 18% волновой эффект держится с 2016 года. Здесь, вы знаете, что была Министерством финансово-преднагонная работа. Совместно с РАРом, с нашими коллегами и с правоохранительными органами провели достаточно большое количество мероприятий по легализации алкогольной отрасли. И по крепкому алкоголю рост сегодня составил плюс 17%, это плюс 22 миллиарда рублей. Кстати, по инфекциации ставок только на 4,6%. Налог на добавленную стоимость поступления составили 2,6 миллиарда рублей, на 12,3% больше. Радует нас то, что в течение практически пяти лет сегодня мы видим среднегодовой прирост поступления налога на добавленную стоимость в среднем на 12%. Это тот самый результат применения новых подходов к администрированию. Потом я подробнее остановлюсь позже. Но которые все мы ожидали от автонизированной системы контроля за возмещение налогов на добавленную стоимость. Конечно, на рост поступления оказалось увеличение цен на нефть на 30%. В результате поступления НДПУ от 3,3 миллиарда рублей, это примерно 23% в общей доле, соответственно, в процедурном бюджете. Что для нас очень важно, что именно за счет налогового администрирования без увеличения соответствующих базовых ставок основных налогов поступило 286 дополнительных миллиардов рублей или примерно 21% совокупного прироста ненефтеказовых доходов, что свидетельствует о сокращении теневого сектора экономики и формировании более прозрачной, если хотите, более конкурентной деловой среды. Отмечу, что высокая динамика поступлений, включая дополнительные доходы от налогового администрирования, уже предусмотрена в уточненных параметрах федерального бюджета. Задача службы, конечно, сохранить динамику рост поступлений до конца года и, конечно, все соответствующие кондикативные доказатели были выпуски. Помимо федерального бюджета, мы на постоянной основе проводим мониторинг исполнения региональных бюджетов. Наши специалисты в составе экспертной группы Минфина на местах проводят работу по выявлению дополнительных поступлений для их балансирования. В этом году, например, это Кубмуртия, Карелия, Дагестан, Новгородская область. В итоге подготовлены рекомендации по изменению регионального законодательства с учетом лучших практик, выявленных на налоговый оборот крупным имущественным объектом. Я прошу вас обратить внимание на эту работу и продолжить ее практически во всех регионах. Уважаемые коллеги, служба стабильно держит темпы роста налогового поступления, нищих темпов роста, соответственно, ВВП. И это достигается в первую очередь за счет внедрения в налоговое администрирование самых современных информационных технологий. Налоги Бигдата позволят концептуально изменить подход к проведению контрольных мероприятий в сторону использования возможности продвинутой аналитики. Первым национальным инструментом налоговое администрирование стала акцензированная система контроля за возмещением налогово-добаванной стоимости, которая на сегодняшний день позволяет автоматически контролировать все налоговые транзакции по налогу на добавную стоимость. Это примерно около 15 миллиардов операций, которые находятся в следующий субъект в год. Все процедуры проведения проверок автоматизированы, и при наличии расхватываний сегодня автоматически выставляются требования о его устранении налогоплательщиков. В 2017 году с использованием АСК НДС-2 налогоплательщикам направлено было около 660 тысяч соответствующих уведомлений и автоматических требований, если хотите. В результате чего налогоплательщикам самостоятельно, 90 тысяч налогоплательщиков, было уточнено в декларациях 69 миллиардов рублей. И вот это тот результат налогового администрирования без соответствующего увеличения нагрузки на бизнес, количество проверок, а за счет эффективности администрирования. Если при запуске системы, а я вспоминаю, первый квартал 2016 года, АСК НДС-2, доля сомнительных операций составляла порядка 8% от всего НДС-оборота, это примерно 676 миллиардов рублей, то к настоящему времени она не превышает 1%, 96 миллиардов рублей. Там, где вообще у нас есть вопросы. Таким образом, построена архитектура контроля без излишнего давления налогоплательщика обеспечивает формирование чистой среды, в которой все имеют столь-либо равные условия ведения бизнеса. Это позволяет нам менять вектор контрольной работы от проверок отдельных налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды в секторах экономики, то есть более к управлению людей налогоплательщиков. И основная задача – это создание волнового эффекта в определенном сегменте, когда все участники отрасли, я бы сказал, играют по одним и тем же партнерам. В текущем году мы успешно реализуем отраслевую практику в зерновом рынке по пресечению незаконных схем размещения лес, прессов и законных маслечных культур. Каждый год мы берем кольку отрасли, серьезно с правоохранительным, с нашими коллегами с прокрытым блогом, занимаемся очищением, я бы сказал так, не просто серых, а даже криминальных иногда зон в секторах экономики. Соответственно, в карте, в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, на сегодня, которую писали свыше 1 400 налогоплательщиков, мы видим уже первый результат. В третьем квартале прирост экспорта зерновой культуры на 20%, возмещение денег уменьшилось в 2,3 раза. В результате экономии для бюджета только за прошедший квартал – 11,7 миллиардов рублей. В целом, погода от нашего проекта, только от экспортеров зерна и растительного масла, выгода для бюджета составит более 50 миллиардов рублей. Все наши отраслиные проекты проводятся в тесном взаимодействии с правоохранительным и контролирующим уровнем. Хочу отметить значительный вклад всех служб и ведомств, которые помогают нам реализоваться поставленные задачи. Это наши коллеги из ФСБ, МВД, Следственного комитета, Федеральные таможенные службы, Росфиноменторинга, РАРА, ну и, конечно, наши счетные палаты, которые и нас проверяют и показывают нам в этом смысле те, скажем так, возможности, которые, в том числе, могут быть по каким-то причинам не получены для нашей недоработки. В режиме координации с таможенными органами за 9 месяцев 2018 года мы провели, я бы говорю только о скорбированных совместных проверках, и 169 специальных проверок, по результатам которых на числе было 5 миллиардов рублей. Это уже в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2016 года. Но главное, нет. Информация таможенных органов на постоянной основе используется нами при планировании и проведении контрольных мероприятий участников внешнеэкономической деятельности. И по результатам информации, а вы знаете, что мы обменяемся теперь не только информацией по таможенной стоимости в интервьюной системе СПНДС, но также системой управлениями рисков и многими другими информационными ресурсами, даночистлено было 61 миллиард рублей, это уже на 16% больше соответствующего периода. И также в настоящее время в сотрудничестве с СПНДС мы проводим мониторинг теневого рынка поставок плодобачной продукции сомнительного происхождения из территории Республики Беларусь, и по результатам которого установлены уже 53 участника схемы, а объем сомнительной финансовой и хозяйственной операции оценивается примерно у нас в 25 миллиардов рублей. Второй проект, направленный на вывод из теней самого проблемного сектора экономики, это в розничной торговле, это АСК Кокотай. Хочу сказать, что в новом порядке сегодня уже работают 477 тысяч налогоплательщиков, которые зарегистрировали почти полтора миллиона касс, что превышает дореформенный парк касс на 20%. Уже ежедневно прибывается более 500 миллионов. Я здесь хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в том, чтобы реализовать это. Здесь и наше Министерство финансов, я же сразу здесь струю, Андрей Макаров, комитет которого в боях, я бы сказал, принимал законодательство, Сергей Семеновича Савельевна, потому что Москва была первым пилотом, который поддержал идею выделения онлайн-касс, и в результате мы уже фиксируем значительное повышение, фиксируемая, так сказать, розницы в обороте наших ритейлеров. И мы пока из выборов касс, которые сделали, видим, что за 4 месяца рост на 50%. Вот, собственно говоря, лучший ответ на место каких-то проверок или претензий, так сказать, на то, как можно поднять эффективность налогового администрирования. Заключительным элементом системы контроля за оборотом товаров является государственный информационный ресурс маркировка. Основным принципом, который используется при создании системы маркировки, является полная прослеживаемость оборотов товаров от производителя до его конечной реализации, что приводит к возможности видеть рынок товаров в режиме онлайн. Эффект полученной авторизации проекта по механизмам изделия позволил правительству распространить его на лекарственные препараты. С 1 июня 2017 года запущена действия система маркировки лекарств. Это важный социальный проект. С помощью системы маркировки лекарственных средств можно будет заблокировать оборот нелепрокачественных лекарств, нажатием кнопки, а также при необходимости обеспечить оперативную переброску лекарств в очаге эпидемии. Это также элемент народного контроля, когда каждый потребитель с помощью бесплатного мобильного приложения может проверить легальность приобретаемого товара и в случае отрицательного результата от проверки сообщить онлайне об этом факте в системе. С 18 августа этого года первые промаркированные упаковки лекарственных препаратов поступили в розничную продажу. Результаты вы видите на слайде. Для бизнеса система может стать инструментом перехода к автоматизации, цифровизации отчетности и логистики. Основной сетей мы подробнее. Планируется, что система будет состоять из нескольких сегментов, операторов одного из которых, контрольно-аналитического, будет Федеральная налоговая служба. Мы недавно обсуждали его пример, в месте Дмитрия Точникова Гридева, детали связаны с внедрением маркировки в Российской Федерации. И, конечно, в этом сегменте будет содержаться достоверная информация по товарообороту масштабов страны, интегрированная с кассовыми чеками и иными информационными системами налоговой службы. Новые бесконтактные технологии контроля позволяют службе продолжить тренд по сокращению проверок бизнеса. За 9 месяцев в 2016 году их количество снизилось еще на 23%, а результативность выросла на 40%. Вместе с тем, помимо инновационных технологий, эффективная контрольная работа основана на качественном выставлении доказательной базе, которая поддержана затем арбитражной практикой, потому что недостаточно отчисленных, чтобы еще разыскать. За 9 месяцев в 2016 году количество жалоб, связанных со спариванием результатов выездных налоговых проверок, снизилось еще на 10,5%. В результате число, рассмотренное судами дел с бизнесом, сократилось еще на 14,5%. А, соответственно, вес сумм требований удельной, рассмотрен судами в пользу бюджета, вырос на 1,8% пункта, составил 82%. Страховые взносы. Без сомнения задача администрирования страховых взносов стала одной из самых важных задач этого года, поэтому я остановлюсь на ней подробнее. За 10 месяцев мы фиксируем поступление 4,6 триллиона рублей, что на 364 миллиарда рублей, или на 8,6% выше соответствующих бюджета прошлого года. Таким образом, рост поступлений почти на 2% пункта превышает рост номинальной заработной платы, которую по оценкам Росстата, еще раз повторю, составило за 9 месяцев 6,7%. В течение года динамика поступлений идет понарастающе. Вы знаете, что январь и февраль были практически отрицательными, то есть связаны были в том числе с вопросами передачи администрирования, но и в том числе с огромными авансовыми платежами, которые в декабре были оплачены, соответственно, за соответствующий период и перешли на инвайд. Ну и, без сомнения, высокая динамика поступлений страховых взносов – это результат, проводимый налоговыми органами, легализация налоговой базы, в том числе работы соответствующей комиссии, взыскания соответствующей задолженности. Применяя риск-анализ, служба работает с налогоплательщиками, чья заработная плата отклоняется от средней отраслевых значений компаний с такими же видами экономической деятельности, которые мы рассчитываем. Ну и по данным опроса средствового центра потвала «Суперджоп», количество граждан, готовых работать за так называемую зарплату в конверте, сократилось в полтора раза – с 60 до 40% за 6 лет. Кроме того, положительные динамики поступлений обеспечили мероприятие по взысканию, как я уже сказал, задолженности, накопленной в предыдущий период администрирования. В результате применения всего комплекса мер по состоянию на 1 октября урегулировано задолженности на сумму 135 миллиардов рублей или 70% задолженности, которые возможны взыскать. Из нее 96 миллиардов рублей поступили в счет оплаты задолженности, а 33 миллиарда рублей – в счет входящей переплаты по страховым взносам, которая поступила из формы. В соответствии с последними разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации, задолженность, по которой утрачена возможность взыскания по состоянию на 1 января 2017 года в связи со стечением установленных сроков ее взыскания, не принадлежит передача Федеральной налоговой службы. Письмо до вас будет доведено, и прошу обратить на это внимание при подписании актов приема передачи службы. Соответственно, после 1 января 2017 года, да, за это задолженность будет проводить мы. Как и по федеральному бюджету, дополнительные поступления за счет получения налогового администрирования заложены бюджетные параметры по страховым взносам. Поэтому необходимо сохранить динамику поступлений. В этой связи обращаю внимание, что направленный момент прогноз поступления в 4 квартале должен был исполнен. И обратите особое внимание на поступления в декабре. Как вы знаете, в конце года бюджетные организации и крупные налогоплательщики закрывают год и досрочно уплачивают страховые взносы за январь. Здесь нужно обязательно планировать совместно с группами, особенно организациями, эту работу. Также поручаю вам внимательно смотреть на вопросы, которые возникают по весу учета, которые на сегодняшний день уже практически решены. Но все-таки надо очень аккуратно смотреть по ошибкам, которые передаются так или иначе в федеральную налогоплательщику, для того, чтобы налогоплательщик не имел с этим проблем. В течение года был момент, когда по ряду руководителей приходилось применять достаточно жесткие меры по результатам административной страховых взносов. Я надеюсь, что у нас уже такая ситуация больше не повторится. В текущем году с использованием технологии интернет-банкинга через личный кабинет было уплачено 37,6 миллиарда рублей, что почти половина всех средств, которые платят наши граждане вымышленным налогом через интернет-банкинг, где нет процентов, где все удобно, где несколько минут тратится на то, чтобы оплатить. Вот здесь нужно без сомнения и далее продолжить эту работу и особенно обратить внимание на уточнение информационных ресурсов наших коллег и инстрирующих органов. Я бы хотел показать вам небольшой ролик, мы сняли как раз про новый личный кабинет физических лиц, который с сегодняшнего дня в промышленной эксплуатации находится на сайте налоговой службы. Пожалуйста. Сайт федеральной налоговой службы налог.ру предоставляет много полезной информации и удобных сервисов. Одним из наиболее многофункциональных сервисов является личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Давайте рассмотрим, как к нему получить доступ. В личном кабинете содержатся сведения о вас, которые в соответствии с законодательством составляют налоговую тайну, поэтому получить доступ к нему должны лично вы или ваш представитель по нотариальной доверенности. При этом не обязательно идти в инспекцию по месту жительства. Реквизиты доступа можно получить в любой близлежащей инспекции. В инспекции по месту жительства вы можете получить доступ по паспорту или любому другому официальному документу, удостоверяющему вашу личность. В любой другой инспекции вам нужно будет дополнительно предоставить свидетельство о постановке на учет. Это может быть оригинал, копия или уведомление. Реквизиты доступа к личному кабинету для ребенка, которому не исполнилось 14 лет, выдаются при предъявлении свидетельства о его рождении или другого документа, который подтверждает ваши полномочия. В инспекции вам выдадут регистрационную карту. Она выглядит вот так. На странице карты указаны ваши логин и пароль для входа в личный кабинет, а также полезная информация. Изучите ее. Если вы потеряете эти данные, то восстановить их можно точно таким же способом в любой инспекции. Не обязательно именно в той, в которой вы подключались. Пароль, который вы получите в регистрационной карте, действителен в течение одного месяца, поэтому не забудьте его сменить. Это делается в личном кабинете и нужно для обеспечения дополнительной защиты ваших данных. Новый пароль менять не обязательно. Он будет действителен, пока вы сами не решите его сменить. Если у вас есть сертификат ключа квалифицированной электронной подписи, которая выдана одним из удостоверяющих центров Минкомсвязи России или универсальная электронная карта, в этом случае, чтобы войти в личный кабинет, не потребуется даже визит в инспекцию. Электронная подпись и универсальная электронная карта содержат все сведения, необходимые для идентификации. Инструкция по подключению с их помощью размещена на сайте. Вы также можете войти в личный кабинет с помощью учетной записи портала государственных услуг при условии, что вы подтверждали ее личным визитом, например, в МФЦ или в отделении Почты России. Как видите, получить доступ к вашему личному кабинету очень просто. Подключайтесь. Вы знаете, мы долго работали над новой версией, потому что очень сильно зависит качество предоставления электронных сервисов от слаженной работы следующих органов, наших коллег. И здесь, я надеюсь, что реализация этого нового интерфейса позволит людям безболезненно быстро забраться с проблемами, связанными с их начислениями по именичному науку и решить все свои проблемы, практически не обращаясь в инспекцию впоследствии к электронной технологии. И хочу также добавить, что на сегодняшний день функционал пронсифицировано, например, в жизненных ситуациях. С учетом анализа запросов предыдущих периодов мы сделали также опрос, значит, социологический. Надеюсь, что, в первую очередь, это понравится всем налогоплательщикам Российской Федерации и сделает удобным и комфортным оплату тех налогов, приборов, которые положены по закону оплачивать. В 2017 году в личном кабинете налогоплательщиков мы разместили порядка 14,8 миллионов уведомлений для уплаты физичной лицами и мышц от налогов без дублирования на позднование по почте, это разрешает показатель прошлого года в два раза. И у нас всего направлено было более 71 миллиона налоговых уведомлений, что на 15% больше. Это тоже говорит о решении налоговой базы. Хочу здесь обратить внимание, коллеги, на следующее. Во многих странах, если оно не стало, что не во всех странах, действует принцип самонечтения. То есть термин селф-эсэсмон, самонечтение, это то, что предполагает обязанность налогоплательщиков заполнять декларации отчитываться. В Российской Федерации в этом смысле на сегодняшний день мы помогаем налогоплательщику, создавая налоговое уведомление, формулируя его, и это очень важный тренд. Однако никто не отменял обязанность платить налогу. И ответственность, обязанность налогоплательщиков лежит на, собственно говоря, на самом налогоплательщике. Но просьба, вот этот тренд сервисности, а между дологими отместителями всегда есть в игре, искальность и сервисная. У меня просьба, коллеги, сохранить тренд сервисности, для того, чтобы мы помогали, выбирали уведомления и занимались так же внимательной этой работой, как и контрольными предприятиями. Помимо развития сервисов, мы уделяем большое внимание принципам открытости данных о своей деятельности для общества. Сейчас на сайте Федеральной налоговой службы развлечен где-то 61 набор данных по всем ключевым направлениям деятельности органов. Согласно оценке политического центра при правительстве Российской Федерации, Федеральная налоговая служба заняла второе место среди 72 органов власти по открытости информации. В итоге уже третий квартал 2018 года. И что важно, что мы стали лидерами по воскрепенности своих данных. Вот это очень важно, когда мы помогаем людям, собственно говоря, получить достаемую информацию о том, что им принадлежит направить собственности, информационные ресурсы, аналитические данные. Это очень важно, что все больше и больше людей пользуются этой информацией. И мне кажется, что наш контрольный аналитический блок должен продолжить в этом же направлении работать. И мы будем стараться делать так, чтобы наши данные были интересными и полезными для самого широкого группы представителей научного, экспертного и качественного бизнеса общества. Ну и в заключение я остановлюсь на задачах до конца текущего года. Я знаю, что Иван Шувалов обязательно поставит нам эту задачу. Хочу, в ходе случая, поблагодарить и Ивановича, и коллег, которые здесь присутствуют, за то, что мы слышим не только с какой-то задачей, но и пытаемся решать новые задачи на сегодняшний день. Достаточно, значит, в совокупности с нашими коллегами, с Советом Федеральной Федеральной Куртой, с Описами власти и то, что, скажем так, что на текущий момент полностью обеспечено, здесь, наверное, первый раз я говорю об этом, все необходимые сансы и ресурсы для решения своих задач. Так вот, задача до конца года – это обеспечение доходов бюджета в соответствии с новыми парадами, это обеспечение в том числе динамики поступления страховых взносов адекватными темпом роста заработной платы, это завершение реализации отраслевых проектов наших по пресечению незаконных схемов размещения налога на добровольную стоимость, ну и внедрение ФБ-3, это наш функциональный блок третий, в создание автоматизированной системы информационной налоги 3, это система будущего. Они не знают о чем я говорю, сегодня в праздничном коллеге я не буду вдаваться в технические детали и подробности. Коллеги дорогие, еще раз поздравляю сердечно вас с нашим профессиональным праздником, перед нами стоят сложные и серьезные задачи, но я уверен, что ваш профессионализм и опыт, умение смотреть в будущее позволят с ними достойно справиться. Спасибо.